Дорогие друзья, я рада приветствовать вас на нашем интернет канале Универ Капитал. Обзор прошлой недели, аппроксимация трендов и их прогноз на будущее ближайшее. Если я посмотрю на прошлую неделю, она вышла на редкость безновостной. Событий практически не было ни по статистике, ни по политическим новостям, даже по экономическим собственно ничего не было. То есть на редкость пустая неделя. Более того, все финансовые рынки, три сектора, это акции, облигации и валюты, закончили неделю практически нулем. Хотя у них были какие-то попытки движения внутри недели, например, акции выросли в понедельник, потом падали. Доллар у нас рос до среды, потом падал, но вот эти не менее итоги у нас практически близки к нулевые. Типичная летняя неделя, низкая волатильность, отсутствие движений, отсутствие желания двигаться, но было одно серьезное но. У нас еще есть один важный сектор товарный, то есть это реальная экономика, и вот по нему случился настоящий обвал. Обычно товарные аналитики редко выходят за пределы своего товара, то есть нефтяной аналитик никогда не будет смотреть, что происходит по какому-нибудь зерну. Аналитик по какао всегда объясняется движением, там, исследованием как движется фунт, как она зависит от того, что там сказал Тереза Мэй. Не полезет он никогда в то же самое какие-нибудь металлы. Металлический аналитик не полезет, соответственно, на какой-нибудь хлопок. Поэтому вот я за неделю не встретил ни одного комментария, который бы говорили бы о падении именно всего сектора. Вот есть такое еще важное замечание, что у нас очень высокая температура сейчас в Америке. Какая-то наша пропаганда говорит, что чуть ли не 60 градусов было в Аризоне, показывает какие-то оплавленные асфальт, оплавленный забор пластмассовый, там какие-то ужасы показывают, что... Ну, конечно, это преувеличение, тем не менее температура в Дакоте у нас северной основной пшеничный штат составляла 37 градусов недавно, и жара не отступает. Уже есть подтвержденные данные о сильных потерях урожая пшеницы, из-за чего цена на прошлой неделе достаточно сильно ушла вверх и вытянула с собой весь зерновой сектор. Потом случилась эта вот наша неделя прошедшая, и оказалось, что все пошли вниз. Пшеница держалась дольше всех, но дольше, значит, все на день. Кукуруза обновила многолетние минимумы, многолетние именно, то есть там порядка 10 лет, как минимум, просто я дальше не смотрел еще. Пшеница, которая должна была уйти резко вверх, нет, она тоже вернулась на свои, достаточно сильно упала, хотя вот конкретно внутренние факторы говорили о том, что движение должно быть однозначно вверх. Пятую неделю снижается нефть и весь энергетический сектор. Цена дошла каких-то аномальных 45 долларов по бренду ниже ныряла, по VTI вообще 42 какие-то, которые даже по самым смелым оценкам ниже себестоимости всех солнцевых компаний, которые есть в Америке, ну, кроме какой-то отдельных скважин. У нас имелось сильное падение металла, хотя эта группа меньше всего упала, но она достаточно сильно падала раньше, тоже находится вблизи многолетних минимумов. У нас имеется сильное падение всех абсолютно софтов. Кофе, какао, сахар, апельсиновый сок. Особенно меня поразил хлопок, потому что в мае вышли первые оценки на новый урожай, которые оказались очень благоприятными, цена ушла на 10% вверх, и после чего падение порядка 25% от максимума. Что-то происходит именно со всем сектором. То есть, хотя все эти движения хорошо объясняют траслевые аналитики непонятными факторами, нет, причина была именно внешней. Обычно это говорит о том, что имеется серьезнейшее перепроизводство всех товаров, то есть у нас имеется уже много лет, когда имеется хорошая поддержка от финансовых структур, то есть у нас не было крупных банкротств на сельскохозяйственных производителей, и они постоянно расчет производства. Хотя обдабление тоже растет, но они уверенно их обгоняют, и потихоньку у нас осталось ни одного, даже сельскохозяйственного товара, которого не было бы он находил сейчас в фазе депрессивных цен и серьезного перепроизводства колоссальных затовариваний товаров. Это говорит классический кризис, который случается при капитализме. Особенность текущего момента заключается в том, что финансы при этом функционируют блестяще. СНП обновил очередной исторический максимум, облигации показывают доходность около нуля, даже не пробовали снижаться. Доллар, ну что доллар, в принципе он припадает против остальных валют, но если, например, учитывать такие корреляционные зависимости, как индекс удивления, то он должен быть сейчас как минимум на несколько фигур ниже. Это особенность текущего положения, что финансы никак не реагируют на то, что происходит в реальной экономике. Но само падение говорит о том, что был серьезный сброс ликвидности в мировой системе. Я не знаю, каким это механизмом произошло, никакие мои поиски не дают, но вряд ли я смогу знать, потому что эти данные обычно хорошо охраняются центральными банками. Но важно то, что у нас действительно прошел сильный удар и он может послужить первым основанием для того, чтобы действительно ситуация на финансах начала потихоньку ухудшаться. Предпосылки для этого уже созданы. Есть ли какие-нибудь глобальные угрозы на финансовых рынках? Но если смотреть на горизонте недели, ближайших дней, то пока не видно. Я ожидаю, что у нас будет продолжаться такая вялая неделя, может быть даже небольшой уклон вверх. Но в долгосрочном плане, конечно же, главный раздражающий фактор является план ФРС начать снижение активов своего баланса. Это дает нам большую угрозу для снижения общей ликвидности. Все кризисы, которые возникали, они обычно начинают с того, что неожиданно пропадала ликвидность. Поднятие ставки тоже очень неприятный, конечно, сигнал, который прошел, но пока на финансовых рынках он не отразился. Ну и, конечно, в августе нас ждет, ориентировочно в августе ждет достижение потолка американским госдолгам. Хотя пока рынки демонстративно игнорируют этот фактор, но, тем не менее, не видно пока хороших решений, кроме резкого поднятия очередной раз этой планки. Бюджет не выходит американский на профицитный уровень, особенно платежный баланс 5-100 миллиардов ежемесячно происходит движение, ухудшение. В этой ситуации, конечно, геополитические сдвиги все ближе и ближе, то есть предпосылки долгосрочные и среднесрочные есть. И в этом отношении я рассматриваю падение товарных рынков как первый сигнал, первый звоночек для того, чтобы потихоньку что-то у нас начинает надвигаться. Но если смотреть на горизонт в ближайшие дни, все-таки считаю, что в прежнем будет спокойной торги и может быть даже новый максимум по американским акциям. Ваше спасибо за внимание. Ставьте нам лайки.